Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот УАЗик Профи, русский автопром. С таких веселых четверостищих я решил начать свой новый ролик про УАЗ Профи. Погнали! Никто в него, ребята, не верил, но этот УАЗ Профи уже у нас прошел 170 тысяч. Вы помните, когда мой был первый ролик про нем, все даже думают, что он там развалится быстро. Ну вот, смотрите, практически жив и здоров. Приехал вот у нас из очередной длительной командировки, вот мы его сейчас согнали, отмыли. Первый раз, видимо, он мылся за зиму, только почему, мне непонятно. Конечно, вот у нас он до сих пор еще на зимней резине, так как комплект летней резины уже негодный так стал, из-за того, что на стройке оказалось очень много арматуры под колесами. Вот такая вот, ребят, жизнь интересная у этого УАЗа Профи. Посмотрите, как он интересно сохранился. Конечно, везде есть и ржавчина, и грязь, и сколы, и еще кое-что интересного. Но ничего, машина на ходу, в строю. Мы практически на ней, практически на ней ничего не делали. Ну а что делали? Пойдемте рассказывать. Ну ладно, ребят, давайте, наверное, уже перейдем к сути ролика. Печальный у нас ролик получился, так как у нас разбили наши УАЗ Профи. Можно посмотреть, что он разбит в пух и прах. Да-да, я уже принимаю ваши соболезнования, но погодите мне соболезновать. История вообще, как он превратился вот в такое состояние, она вообще сравнима, наверное, с какими-то мистическими фильмами. Вообще, вся жизнь это какие-то чудеса, да. Вот эти чудеса случились с УАЗом Профи. Как вы спросите, это произошло. Ребят, это даже не ДТП, это просто какое-то нелепое истечение обстоятельств. Наш водитель был в рейсе в далеком северном городе. Как он мне объяснил, он стоял где-то там на парковке, на стоянке. Проснулся с парасония и решил завести машину. Завел ее, но забыл, что она стоит на скорости или он ее включил. В общем, эта машина поехала и въебалась, так скажем по-русски, в бетонный столб, который стоял, может быть, в двух метрах от него. Конечно, интересная история, как такое могло случиться. Ну, я сам до сих пор не понимаю, но вот факт, что есть такое, вот у меня фотки посмотрите. С утра там сразу радиатор был пробит, а все это дело потекло на улицу. В общем, вот такая интересная история. Такие вообще, ребят, интересные истории со мной случаются очень часто. Вообще такие вот, не знаю, жизненные обстоятельства. Некоторые, наверное, сейчас сидят, смеются, да, что как такое может случиться. Это какое-то просто ерунда. Но вот почему-то вот случается, ребят, может быть, потому что я блогер, и вот вас буду тешить такими забавными случаями. По поводу вопроса к водителю, да, конечно, к нему вопросы есть. Как такое получилось? Ну, ребят, водитель у меня неплохой, я вам скажу, он работяга, он практически вот эти 170 тысяч на УАЗе накатал и не вылезая из-за роля. Все могло сказаться, конечно, то, что нет спальника, спального места, водителю неудобно спать, он мог задеть скорость, да, там, во сне. Все могло случиться, то, что он не высыпается и так далее. Ладно, конечно, это случилось не в дороге и там что-то, да, ну, там стоп всего лишь мы протаранили на базе где-то. Роснефть, за который стоп попросили 5000 рублей, чтобы его починить. Ну, вот, так что, ну, что делать? Все бывает в этой жизни, поэтому надо только улыбаться, так как говорили, могло быть бы хуже. Ну, давайте, ребят, посмотрим, что у нас повреждено, да, у нас, то есть, капот полностью, да, вот он, видите, как согнулся, он ушел даже вот к рамке вот этой вот переднего лобового стекла, крыло полностью согнулся, фара туда ушла. А, ушел весь вот этот у нас, как там телевизор называется, или чего, вот этот вот лонжерон замялся. В общем, тут, конечно, делов, бампер, я уже не говорю, решетка радиатора. Капот, вот эта вот штука интересная, на ней привязан капот, чтобы он не открылся, да. Смекалка, конечно, работает хорошо, но не в то направлении. Давайте посмотрим, как у нас открывается капот. Чтобы открыть капот, нужно вот развязать вот этот вот трос. Вот эта вот система антиоткрывания капота, как мы видим, у нас вот этот вот телевизор весь замялся. Радиатор тоже был в хлам, все перекосило. Лонжерон чуть-чуть погнуло, все тут повело у нас. Как так, как так, жалко. Так у вас профи себя неплохо показывал. Но, увы, случилось такое. Посмотрите, ребята, какие у нас виды, зато открываются в Нижнем Новгороде. Баржи начали плавать, наконец-то сезон начался у нас. Вот на чем надо грузы перевозить, да, вот такими грузоперевозками, может быть, кто занимается. Взял сразу там сколько, 100, 200 тонн перевез, и вопрос закрыт. К нам, чтобы уехать было, надо до выгрузки добраться. Вот поставили новый радиатор, и он таким образом, таким макаром, своим ходом доехал все-таки до дома. Да, только я вижу что-то, мало антифриза в радиаторе. Да, ну вот у вас профи вот такой вот боевой автомобиль получился. Да, он действительно, вот видите, доехал, и будет еще ездить, продолжать, и ему вообще ничего не грозит. Все-таки это военные техники, и это для нее ерунда. Да, если так пессимистично взглянуть на это дело. Ну, ребят, все делается, конечно, все тут вытягивается, все тут делается. По запчастям я посчитал. Ну, запчасти, ну, у вас бампер 6, кому интересно. Фара 8, крыло где-то 6. Решетка радиатора 1003. Ну, самое дорогое, это в этом отделе покраска. Покраска одного элемента, не знаю, как у вас в городе. У нас где-то, ну, в дилерском цене стоит примерно 10 тысяч рублей. Ну, в общем, такой ремонтик на 1050 вырисовывается. Вот, ребята, думаю, что с ним делать, с этим УАЗом Профи. Конечно, мы тут мучаемся с ним с работой. Как вы знаете, работа-то сейчас у нас в этом году не ахти. И найти на такую машину 4-метровую, да, там где-то 10 палет, это становится все сложнее и сложнее. Ладно, тут выручают постоянные заказчики, но вообще, как бы, погрузка этой машины занимает очень большое время. Мы там сидим целый день, там, тратим на это, чтобы найти на нее погрузку, да. Ну, ставки, вы сами знаете, какие сейчас, то есть, да, машина, она работает в плюс, но вот эти вот трудозатраты на нее, как бы, они несоизмеримы. Все-таки я присматриваю в сторону Газели 6-метровой, но там что-то тоже какие-то ценники космические, полтора миллиона. Вот, напомню, УАЗик стоил мне 600 тысяч. Ребят, все-таки, конечно, он, если бы вот ему сделать побольше кузов, ну, какую-то нормальную кабинку, спальник, блин, я бы прям все за него был. А сейчас, конечно, он проигрывает, тем самым, ну, цена решает все. Ну, ребят, если вы поняли, что это все плохие новости, нет, конечно, ребят. У нас еще очень серьезные приключения с ним прицепились. Буквально до этого ДТП в предыдущем рейсе водитель у нас поехал тут в Кургорейс на Питер, и у него опять началась проблема с клапаном, у него прогорел клапан четвертого цилиндра. Сейчас вот фотографии посмотрите, он был в дороге, не доезжая в Питер, по-моему, где-то в Новгороде, да? Ну, благо там запчасти сейчас уже есть, в сервисе день-два, все сделали, он поехал обратно. Сейчас он приезжает, говорит, опять двигатель начинает троить, скорее всего, прогорел еще один цилиндр. Напомню, за последний год это уже третий ремонт вот этого УАЗика именно с прогоревшими клапанами. Да, я понимаю, что это все из-за газа, на котором он ездит, но все-таки почему-то ЗМЗшники знали, что он будет на газе ездить. Ну, вот так вот. Ну, ладно, это другой вопрос. В общем, три ремонта двигателя, нам сейчас предстоит ремонт третий, да? Уже два это было в дороге, но сейчас предстоит третий. Никакому дилеру я не обращался, хотя еще машина на гарантии до 200 тысяч, ну, потому что там мы нерегулярно на ТО ездили. Ну, я знаю, что это будет такое вот мозгопарство, что врагу не пожелаешь, проще пошел, общайся, купил там, ну, на 10 тысяч сделал, поехал дальше. В общем, такой чудо-аппарат под названием УАЗ-Профис, его ЗМЗ-409, да, хваленым. Ну, кто-то скажет, Владимир, да что ты хочешь? 170 тысяч. Конечно, он не предназначен для таких вот целей, как путешествие по долям. Если работать где-то по городу, либо там, ну, по сельской местности, так его хватит там на 10 лет. Ну, в принципе, да, так и есть, наверное. Скорее всего, я его так эксплуатирую. Не очень правильно, как это нужно. Вот, но все же завод уверял, что это прям прямой конкурент Газели. В принципе, я не жалею, что я его купил. Ну, увы, времена меняются. Сейчас нужны новые тенденции на рынках, нужны новые машины, новые объемы и так далее. И УАЗ-Профи, он, конечно, с этим вот кузовком теряет свои позиции, но имеет место на существование, ребят. Сейчас, конечно же, цена поднялась на этот УАЗ-Профи. Она где-то, наверное, 700-800 тысяч рублей. Он где-то стоит. Может быть, какие-то скидки есть, акции, утилизации. Я как бы не слежу над этим. Но цена все равно подняется. Но все равно же это не Газель, который стоит там чуть ли не полтора миллиона, да. Вот с газом бы разобраться, а так, ну, конечно, мы все, ребят, меняли. По подвеске меняли уже все там шаровые, тормоза там. Ну, по мелочи. Там редуктор перебирают, там постоянно у нас течь масло из редуктора. Ну, в общем-то, и все. Но вот я смотрю на это все дело своим взглядом. Блин, да, конечно. Все надо отмывать, чистить, приводить в порядок его. Ну, почему-то так и происходит. Наша техника быстро, она вот превращается, вот, металлолом, скажем честно. Поверьте, посмотрим, как у нас с рамой дела поживают. Помните, у нас она была прогнутая. Сейчас вроде бы ездим, слава богу. Вот она, ребят, наша рама. Можем посмотреть вот это вставыш. Делаю руку длинителей наших знаменитых нижегородских. Привет тебе, Андрей. Да, вот посмотри, как у тебя все это выглядит. Даже еще два года не прошло с момента, только есть год. Да, надо обрабатывать, обрабатывать материал. А так, рама уазовская, кто-то думал, что у нас гниет. Но да, есть рыжики. Вот, ребят, смотрю, внутри прям там полости, да, она ржавая. Блин, ну, что вам сказать на этом? На наш век это хватит, ребят. А что будет там дальше, я не знаю. Конечно, это уже техника не на 20 лет. Раньше как делали уазики? Загоняли, полностью разбирали. Туда внутрь все задували вот это антикор. Там какой-то, то ли сало пушечное, то ли что-то там замазали. Все вот эти вот дырки, что-то затыкали потом затычками, чтобы туда ничего не попадало. Ну, вот сейчас мы, конечно, у нас век эксплуататоров таких вот, да, как я, которые берут машины и просто их, ну, укатывают, так скажем, да, ну, нормальными словами. Ну, собственно, они созданы для работы, да. Если уж машина позиционирует себя как вот конкурент Газели, да, но все-таки он должен быть реальным конкурентом. Ну, по остальному проблем нет. Рессоры держат, ребят. Возили мы, блин, перегружали тоже много. Ну, порой, ну, немного, там, тонны 700 вот так где-то возили. В принципе, ни хрена им нет. Это все вообще вот в задней части вот так вопросов нет никакого. Передняя подвеска тоже нормально. Ну, кардан, крестовины, даже ничего не меняли мы еще за этот пробег. Ребята, вот, в принципе, все как бы нормально так, скажем, с натяжкой. Про задний темп, да, конечно, он, видите, выглядит как тряпка какая-то помойная. Я его замучился отмывать, видимо, вообще ни разу он у меня его почему-то не мыл. Ну, непонятно почему, потому что у меня как бы мойки в Нижнем Новгороде, они, машины все моются бесплатно. Ну, по безналу, то есть в любое время можно приезжать, тебя помоют. По тенту мы передадим привет Сергею. Вот, да, вот твое детище вот так вот выглядит. Ну, почему так выглядит, да, ребят, конечно, его постоянно вот так вот потоками воздуха лобыхляет, и он весь такой вот становится не очень приметным. Кузов УАЗовский, ну, стандартный, ржавый. Я думаю, даже на это смотреть не стоит. Фары у нас, фары сохранились, хотя тут немножко у нас мозги покомпосировали, они зимой. Ну, так же вот проблемы, как на всех грузовиках, то, что нависает из-под заднего колеса, у нас летит снег, грязь, нависает на проводах, соответственно, вырывает штекер, или они сгнивают просто-напросто там за один год. Ну, все тут копеечный стоит, конечно, тут поехал, купил и забыл об этой проблеме. Ну, самая-то проблема, вот этот вот, ребят, кузов небольшой. У меня он как бы, я уж и так его удлинил на метр, да, но это мало вот для нынешнего рынка, ну, можно, конечно, где-то по городу что-то там хватит, но вот именно вот для наших перевозок вот таких вот он, конечно, мал. Удлинять дальше уже еще на метр, переносить, ну, это слишком большая колесная база, это уже какое-то издевательство. Хотя, есть у меня в голове задумки это сделать, но я сейчас пока нахожусь в раздумьях, что вообще делать с этим УАЗом Профи. Вот эта часть, как вы поняли, это часть произведения нашего искусства, нашей покраски. Ну, что сказать, вот это не проблема УАЗа, это мы сами тут у меня резали, когда удлиняли, конечно, ничего не грунтовали. Тяп-ляп и готово, результат, ребята, через год ни вида, ничего нету. Давайте пойдем к нашей супер-кабине, конечно, супер-кабина у нас интересно так поживает. Вот видите, уже тут все вот эти вот резиночки, они, ну, понятно, выходят, водитель ногами их задевает, они, соответственно, обрываются. Уплотнители не очень тут качественные, так скажем. Едешь, задувает со всех сторон. Дверь, ребят, посмотрите, как закрывается. Она, видите, то ли это перекосило от удара дверь, то ли чего, но как консервная банка какая-то закрывается. Но все-таки у вас, ребят, у вас стоит 600 тысяч рублей. Но что вы сейчас за это деньги? Ладу Гранту не купите, а тут грузовой автомобиль. Ребят, до сих пор на Ютубе, наверное, нет еще никакого блогера, ни одного, который бы ввел вот так блог про вас профи и рассказывал бы его эксплуатацию. Так какие-то и появляются небольшие сюжетики. Но в целом, наверное, все-таки я освещаю эту тему. Да в нашей группе, ребят, уже больше 500 человек владелец вот таких УАЗов профи. Уже живет эта группа своей жизнью. Там уже все переписываются, там, заходите, посмотрите, кстати. Там меняются мнениями, даже я уже так сам смотрю и что-то подчеркиваю. Хотя был я родоначальником вот этой машины. Может быть, так же, как и Джака сейчас. Вот, ну, приходит время, и каждой машине приходит, как говорится, конец. В общем, ребята, давайте решим учить этой машине вместе с вами, что мы будем с ними делать. Оставляем эту машину, либо мы с ней прощаемся. Те, кто считает, что надо ее оставить, ее сейчас подшаманить, подготовить ее нормально, привести в божеский вид, ну, что-то наподобие нормальной машины, ставим, конечно, лайк. Те, кто считает, что просто уже этот вам надоел, это у вас профи, надоел, это моя песнопение про нее, ну, вот эти вот ржавчины и так далее, поставьте просто дизлайк. Вот, так что, если все-таки у нас перевес будет в пользу лайков, конечно, мы его оставим. А если будет все-таки много дизлайков, вам неинтересен этот автомобиль, ну, мы с ним попрощаемся. Напомню, я его брал на 4 года, а в сентябре месяце будет только половину срока лизинга, да, то есть, по сути, он сейчас полностью себя искатал и требует капитального ремонта, да, как двигателя, так и внешнего ремонта тента. В коробку мы не лазили, в мост тоже, слава богу. Ну, делов тут достаточно. Для тех, кто интересует судьбой водителя, водителя я не увольнял, он сейчас в отпуске, так как работает уже больше года, и попросился съездить к себе на родину. Так что вы особо не критикуйте по этому поводу. В общем, ребят, давайте с лайками, дизлайками все-таки отбой, давайте пишите ваши комментарии, и чьи комментарии, которые наберут большую версию, да, то есть, чьих комментариев будет больше, мы, соответственно, то и сделаем с УАЗом. Вариант один, мы его восстанавливаем, ремонтируем, приобретаем божественный фит и дальше работаем. И вариант второй, мы его загоняем вот на эту гору и спускаем его, как говорится, под откос прямо в матушку Волгу. Так что, ребята, проверю адекватность своих подписчиков, давайте оставлять свои комментарии, и посмотрим в следующем выпуске, какой же, чьих же комментариев было больше. Следственный эксперимент. Сможет ли у вас профи завестись на скорости и на стартере? Включаем первую, включаем зажигание. Ну, смог, смог, чисто теоретически. Ну, конечно, скорость тут небольшая для такого удара. Давайте посмотрим, если вдруг со второй скорости. Военная техника, ему пофиг, он с любой скорости завоится. Ладно, принимаем эту версию. В общем, ребята, давайте подведем итоги этого ролика. Все-таки УАЗ остается УАЗом с его, так скажем, надежностью, с его вот этим военным прошлым. Да, он, видите, и в таком даже состоянии все равно имеет такой агрессивный вид, все равно он ездит. Понимаете, что там радиатор вот так висит только на патрубках, фары нет, там еще что-то, но он продолжает ездить. Собственно, он оправдывает свое вот это гордое имя УАЗ. Ну, что говорят, что использование в магистральных перевозках, это, наверное, скорее всего, перебор. И не очень он для этого годится. Все-таки для этого дела больше, наверное, предназначено газе. Но, может быть, ребята, все изменится, и УАЗовцы разработают какой-нибудь суперкузов длинный или сделают новую комплектацию кабины, и у вас еще расскажут о себе. Вот такой вот сегодня небольшой рассказ об УАЗа-профе. Конечно, я немного расстроен над этим событием, да, как вы заметили. Но жизнь продолжается. Были у меня ситуации хуже, и ДТП были со смертельными исходами, так что это, как говорится, для меня ежедневные будни, ребята. В общем, давайте, не забывайте голосовать за эту машину. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. В общем, давайте, ребята, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok